Стримлю вроде бы здесь, если пропаду ищите здесь, а тут можно поделиться деньгами. Можно за големом поиграть, что думаете? Плюс 20 максузе, модификация типа максузе усилена на 33%, броня тоже на 33%, 40 скорости атаки если здоровье ниже 50% и 20 скорости если по здоровью ниже 20%, но хилиться нельзя. Ну а че так, не нравится какое направление игра движется. Так, а что я за оружие на нем хочу взять? Кстати, тисак скейлиться от хп, да? 20% от хп. Ну как будто тогда выбор однозначен, играем через тисаки. А куда игра движется? Игра никуда не движется в ру-регионе. Ну именно как для стримеров. Нам трафик надо в логово, чтоб люди на турики заходили, понимаешь? Да пора, наверное, уже просто проводить турики не по... Не по лолу. Ой, эта штука дает краж жизни. Ну ладно, пофиг. В моем случае 20% скейл от хп это люто. Можно поджог взять. Ну да, турики по лолу заебали, честно говоря. Ну для тех, кто играет, наверное, регулярно в лолу, конечно, прикольно, но... Блин, ногти подстричь надо. Ну как будто да, даже на самом деле в Валорант. Вот я не играю в Валорант, даже по Валоранту было бы интереснее увидеть турик. А минус 2 будет с множителем тоже, да? Вроде бы. Вот и реактив чате, конечно. Тебе ли не похуй? Берите пример, делайте турик по братате. Реально. Интересно, у него появится какое-то выделение, когда прокнет эффект? Наверное, нет. Нифига себе, нарулило. Хай, ролим. От звуков капель постоянно хочется в туалет. Сегодня, короче, надо будет Жёстко засесть в зену зон зира Потому что там скоро баннер Акулы закончится Блин, или забить хуй на баннер акулы А кто следующим персонажем будет? Полицейская девочка, да? Вообще, как будто полицейская девочка Прикольная Кошка-девка всегда выбить можно Она... А какого она класса? Она ДД или станнер? Просто под... Под Эллен у меня уже есть Там Сакаку немного апнутая Плюс её вроде довольно легко сейчас разогнать тоже По царангу этому Гаранжи переносятся с баннера на баннер, да? Здрава, Креол Кошка-то... Да я не про кошку Я про полицейского На кошку вообще поебать Это же... Комонка Это даже не временный, не баннер, ничего Кому не срать на кошку Второй эксперт А мы на ком-то играли вот так Через Тисаки или нет? Даже не помню О, бафчик прокнул Че, я срежу ноготь? По-моему... Полицейская будет не физушник ДД А вот эта розовая стихия, которую у Николь Эфир там или чё это такое? Ой, имба Как прошёл мастер Игорь и в субботу? Победили Не, у меня ноготь Залетает за кейкап И в итоге неприятно сопляется Я вообще в целом, ну, не люблю, когда ногти отрастают Я их постоянно стригу Как вот с детства начал Так вот по сей день Турнир по змейке в ЗЗЗ Ну, а кто это всё организовывать будет? Кому это надо? Привет, как тебе ЗЗЗ? Прикольный игрух Прикольный игрух Не играл ЗЗ, только Рул 3-4 смотрел Там ети разработчики модельки в открытый доступ выложили И какие фигурки начали показывать Там такой сисик-писик Проблемы с ЗЗ, как обычно С лвла 30-го для сюжета Или донать на опыт Или жать, что было Ну, так это Проблема в том, что ты играешь очень много У меня лично проблем такой никакой нет А где, кстати, броня? Чего мне броня не выпадает? У меня 25 хп осталось Я последние дня 3-4 заходил только с Дереком Сбивать, поэтому я очень сильно На самом деле опережаю сюжетку по левелу Если играть каждый день помногу, тогда да Тогда тебе придётся подгринживать Но я хз, там типа есть какой-нибудь хард мод Сиди, играй Что-то модификатор на броню, конечно, как-то слабенько работает Я больше скажу, уже как пятый день на ЗЗЗ моду в вагон На сам ЗЗЗ? Нихуя себе Порно-моды? Блин, а я стример Увы Слушайте, а вот есть просто вот эти пришельцы, которые бегут на меня А есть с гребнем на голове, они чем-то отличаются? Порно-моды Продолжение следует... Нормально захармили уже Довольно много Ты же буквально 5 месяцев назад На ютуб видео по вартата заливал Неужели уже все забыл В плане все забыл Я в принципе не особо Знал когда-либо Чем отличается тишка с гребнем Окей, две брони А ну урон в мили возьму Или 6 уклонения 6 уклонения возьму Плюс 3 регенерация УЗ в следующей волне Будет еще 2 инопланетянина С добычей Прикольный предмет Халява халявой Но мне кажется я не окуплю его Палка Так, собирал Не, я в городе еще не был Большом Окей, сколько Сколько раз я ЗЗЗ стримил Три раза Овстрим я не прогрессировал По сюжетке совсем Чтобы продолжать это все На стримах И лить воды На второй канал Понял Я думал ты прям Киберкатлетов братата Ну вообще Киберкатлеты Я мастер и гри победил Почетное звание Победитель мастера Игри по брата Но у них просто У мобов поведение Буквально одинаковое Только у них моделька Немного отличается Ну текстура Вот я и спрашиваю Чем они отличаются Может кто-то знает Здорово Тиджи Вчера прошел Мясную ему В рангаре На пацане магии Метеорит не дождь делает Да что происходит В этой идее Спасибо мистеру Одинеда За совет персонажа Так Красный тисточок Зафармили уже Спасибо мистер Биг Пепе Ни одного стрим Лагает Есть такое Есть такое Это значит Что у него Ни одного Не В Хейдесе Я не победил Маг прикольный Маг мне тоже Понравился В рангоре Что-то Дороговато Наверное 8 мз Хотя Бля Оно же Все Перемножится Не хочу Закреплять Наверное Просто Просто не буду Закреплять Спасибо Биг Пепе Так Проклятие Есть у нас Проклятие На скидывание Коробки Легендарки Или нету Друзья Срочно Посмотрите Друзья Блин, хочется его добить, но страшно рисковать. Ну, блядь, это легендарка. Не-не-не-не-не. Не будем гридить. Выкидывает ран ради легендарки непонятно какой. Это плохая идея. Так, три брони. Нам нужна броня. У нас очень мало брони. Урон в ближнем бою. Урон в ближнем бою. Ролл. Макс УЗ плюс 5 к урону. Берем. Тесак, берем. Скорость тесак и крит удар, дальность минус реген. Урон в ближнем бою плюс 2. Шанс при уклонении нанести кучу урона. Охуенно. Надо уклонение побольше. Балдеж монетки. Ммм, балдеж, балдеж, балдеж. Балдею. Обалденчик. Здорово. Не заходил. А ты думал, что ЗЗЗ успел поиграть. Надо бы включить уведать. Спасибо, Джон Декулинфан. Ну, я до мастера Игоря 3 стрима подряд ЗЗ хуярил. Не парьтесь. Если кто-то что-то пропустил, то... Учитывая, как игру смотрят на трансляциях, если эта тенденция сохранится, то... Ну, я буду на регулярной основе это делать. Потому что мне прикольно играть. Если это еще и смотрят, то вообще заебись. Броня, Макс ЗЗ минус скорость. Хайп. Плюс 3 Макс ЗЗ, плюс 1 к параметру Макс ЗЗ за каждые 100 параметра материала у вас. У меня же, кстати, свинья-копилка. Я уже забыл про нее. Этим можно разогнать огромное количество ХП. Как будто. Ну, не буду лочить. Кто у тебя там? Мейн пати. Солдат 11. Каледа. И девочка сбитая, которая свиней призывает. Дефолт огненная пачка. Мне кто-то на стриме сказал, типа... Блин, пятизвездочных персонажей собирать нереально. Можно вообще забить хрен. Так это бред. Там вообще-то каждые 300 круток ты гарантированно получаешь пятизвездочного персонажа. В обычном баннере, который всегда висит. Обманули. За кого сейчас играешь? Что он делает? Я играю за голема. У него повышено здоровье, броня. На половине ХП он становится более быстрым. Но при этом он никак не может регенерировать здоровье вообще. Прикольный персонаж на самом деле. Я просто не уверен, что кисаки это прям лучшее оружие, которое можно взять. Я почему их взял? Потому что они скейлятся от ХП. Но как будто даже со скейлом они не очень сильные. Я думаю, эта штука окупится еще даже сейчас. Нет, медведь каляде лучше не будет. Потому что медведь это танк. Каляда это станер. А основной ДД в пачке это солдат 11, а не каляда. Каляда это не ДД. У него класс оглушения. Мне кажется, я не лучшую волну взял, чтобы отвлечься. Если честно. Окей, вроде живем. Как будто брони плюс-минус нормальны. Я думаю, дальше надо... Хотя у меня и так уклонение почти у капани. Че так тяжко идет с этими тисаками. Они вроде и ваншотают, но я не знаю. Муссет, видимо, не очень удачный. По оружию. Жизнь мобов спавнится. Чем процент урона отличается от урона в ближнем бою? Ну, урон в ближнем бою это флат. А процент, соответственно, разгоняет твой общий урон. То есть процент тем лучше, чем больше у тебя базы. Урон в ближнем бою это и есть база. Ну и плюс цифры самого оружия. Сколько мне там сейчас тычки прилетело? Ебнешься просто. А, ну все, у меня уклонение уже в капе. Смотрите. А, ну и плюс. Зеркли. Смотрите. Здорово, Никич. Здорово, РГБ-ред, который Нерон. Ну, брат, это и есть ащифка, по-моему, чтобы у тебя к концу волны то ли 10 деревьев было на экране, то ли что-то такое. Слушай, ну эту волну прям хорошо прошли. На уверенничьих. Эээ, нет. Харновато. Скорость возьмем. Плюс 10% скорости атаки ускоряет восстановление атаки в ваших построек. Ха, прикольно. Первый раз такой предмет вижу. Вот это очень гуд. Так, главное, этот скиту взложить. Все будет хорошо. Как будто мы его зарубим, да? Баферов слили, очень хорошо. Прямо надо зарубить его. И на карте станет проще, и лут хороший дадут. Давайте уклонение, уклонение, уклонение. Я на вас рассчитываю очень сильно. Все, зарубили. 14 секунд пожить. Просто убегаем от мобов. Кто будет подходить, сами умрут. Найс. Найс. Там вроде, типа, не фул женюцы какие-то там, такой, типа. Легкий контент. Они же все еще вроде в рейтинге 12+, нет? Красс жизни и регенерации для разных целей. Красс жизни хорошо работает на скорострельном мультихитовом оружии. Которое часто наносит урон. Немного. Регенерация, соответственно, работает лучше тогда, когда у тебя пушки не так часто и регулярно бьют мобов. В плане рейнджи, в плане скорострельности. Или они бьют огромным нюком просто. Тут нет такого, что один параметр всегда лучше, второй параметр хуже. Просто для разных целей. Там есть пикачьи несовершеннолетних персонажей, у которых только соски прикрыты. Ну, окей. Несовершеннолетних визуально, или они по лору несовершеннолетние? Я думаю, там, наверное, и писькой тоже никто не светит. Скорости маловато. Ну, я к тому, что там прям, типа, нюдсов-нюдсов нет, насколько я знаю. Просто такие откровенные арты. Вряд ли они попадают под 12+, конечно. Хотя, блядь. Не знаю, я вспоминаю некоторые арты из Драконики, где чиби персонажи. Там такое тоже. С подтекстом-контекстом. Как будто для азиатских игр это супер-стандарт, супер-классика. Они шамсеи вообще сумасшедшие извращенцы. КОНЕЦ КОНЕЦ А, это последний магазин, да? Ну, 178 хп, 26 скорости. Потом на 50 хп у меня станет достаточно скоростью, чтобы выбегать из всего. Ты тоже из тех челов, которые говорят товарищу майору, что на самом деле она тысячелетний вампир, просто выглядит как ребенок. Просто, типа, как кажется, сколько ей по лору, если это лоли. Я вообще не понимаю, на самом деле, зачем ты мне претензии кидаешь, как будто это я зашел в хуеверс и сказал, делайте мне эра арты. Я к тому, что просто, ну, там не настолько все жутко, как ты это описал. Я знаю, что там есть какие-то откровенные арты, но там нигде нету голых сисек и писек. Буквально это все, что я сказал. Ну, и меня это особо не смущает. Типа, если ты спрашиваешь меня, как я к этому отношусь, ну, мне похую. Типа, вся вот эта лоли движуха, но она, ну, не сегодня зародилась, не в этой игре впервые появилась. И пока что я хз, там, ну, какой персонаж что с собой представляет. Если персонаж реально выглядит как лоли и ведет себя в фулл ребенок, и он потом, типа, становится голым, то, ну, типа, да, суперсомнительная движуха. Если девочка с битой выглядит как лоли, мне она по арту и по тому, как она выглядит в игре, пока не воспринимается ребенком. И по мне с этого норм. Вы женщины РЛ видели? Многие женщины тоже очень маленькие. Литературные лоли. То, что это на фетишистов все рассчитано, ну, блядь, понятное дело. Ну, прошли, кстати, не то, чтобы с каким-то прям большим напрягом. Через тисаки вполне себе норм. У каждого тисака по 100 урона легендарного. Плюс тисаки довольно легко собираются, они дешевые.